Развитие малого и среднего бизнеса – гарантия устойчивой экономической ситуации и социальной стабильности на территории. Глава Анапы Сергей Сергеев подчеркнул – поддержка предпринимателей, задачу которой местной власти ставит руководитель региона Вениамин Кондратьев. В субботу он был у нас на территории и, в принципе, день общения – это обсуждение проблем, как организовать производство, сбыт, реализацию кубанских продуктов, в том числе и на территории города-курорта Анапы. У нас очень мощный сбытовой рынок, особенно в курортный сезон. Альтернатива крупным сетевым магазинам в нашем городе – муниципальные сельскохозяйственные рынки. Привлекать к торговле производителей продукции, а не отдавать места перекупщикам – вот требования главы курорта. Меньше посредников и цены будут ниже. Важная информация прозвучала от представителей банков и краевых некоммерческих организаций, призванных помочь в становлении бизнеса. О гарантийном фонде поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства рассказала Светлана Боровко. Насколько я знаю, город-курорт Анапа не работает с вашим фондом, да? Совершенно. За пять лет существования гарантийного фонда в Анапе выдано четыре поручительства. Из них три было в 2010 году и одна в 2012. То есть последние три года… Исполнил, да? Да. Исполнил. Последние три года Анапа не работает. Нет. Я бы хотел услышать, в чем причина и какой продукт вы предлагаете. Начинающим предпринимателям оказывают консультативную и материальную помощь. Если не хватает средств на банковский залог, гарантийный фонд берет на себя поручительство за заемщика. Похожую деятельность осуществляет фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Свыше полумиллиарда рублей на кредитование бизнеса. И условия щадящие. Весомая сумма кредита под относительно невысокие проценты. Подробную информацию можно получить на инвестиционном портале «Инвестанапа» и в управлении экономики инвестиций по телефону 52916.